Приветствую вас. Вы описали определенную ситуацию. Ситуацию, при которой ваш муж, по сути дела, находится сейчас с вами в браке, только потому, что хочет вам помочь. Как я понял. То есть у вас стоит вопрос квартиры, у вас стоит вопрос жилья, и он вам хочет помочь с этим жильем. При этом говорит откровенно, что не любит вас, быть с вами не хочет, и в перспективе хотел бы получить разгон. Значит, вы здесь на своей стороне. Пишите, что «Живую, вижу его равнодушие, мне уважение, все разговоры обрезаю». Тяжелый и холодный человек, не узнаю совсем в браке два года. Сказал «Любви нет». Ага. Непонятно, знаете, с чем вы хотите справляться. Значит, если у мужчины ушла любовь к вам, он говорит об этом честно, и осознаваясь, что вас связывает только его обязательство помочь вам, что вы хотите от мужчины. Почему вы думаете, что вам нужно как-то справляться с собой в этой ситуации? Ну, мужчина вам честно сказал, что честного к вам не было. Мужчина рассудил со своей стороны как раз честного нет к жене, значит раз развода нет, пока что, и раз я обещал ей помочь купить комнату, то, соответственно, я свободен. Я ничего больше ей не должен. И не является измерной в таком случае то, что ваш муж встречается с другой женщиной. Для себя с вами он все решил. Вы это знаете, он не скрывал. Вы поставлены в известность относительно его поведения, относительно его целей и желаний. Простите, пожалуйста, а с чем вы хотите справляться тогда? Зачем, самое главное, с собой справляться? Ну вот, муж ваш, он больше уже не родной человек, потому что у него любовь просила, а такое бывает. Значит, вы, соответственно, для него тоже больше не родной человек. И высыпляетесь за него, потому что, возможно, чего-то боитесь. Возможно, сомневаетесь в себе, не уверены в себе. Может быть, даже вы в какой-то степени зависимы от него. Такое вот тоже может быть, что вы зависимы от него. Но в любом случае вам бы дополнить свой вопрос. Как справиться с собой, чтобы что, с чем справляться? Вы говорите, что он равнодушен к вам. Это нормально. Вы говорите, что он все разговоры обрезает. Это тоже нормально, потому что он для себя все решил. Вы говорите, что у него к вам неуважение. Хорошо. В чем это неуважение проявляется? И несет ли это неуважение вред вам? И основное, о чем вам именно стоит подумать, это следующее. Если вы требуете от мужчины чего-то, то может ли он вам это дать? А если не может, то почему вы продолжаете это требовать от него? Но он понял, что он вас больше не любит. И начинает жить дальше. Вы допишите, что любите его. Но в действительности такая ли это любовь? В действительности любовь ли это, когда вы по сути дела не можете человека отпустить кухню? Подумайте о том, что ему сейчас хорошо. Подумайте о том, что он сейчас счастлив. Подумайте о том, что встретив другую женщину и по сути дела имея с ней отношения, мужчина еще обещает вам помочь. Мог бы не обещать. Мог бы выгнать, но не сделал этого. Так с чем же вы хотите справляться? Со своими страхами, с неверностью в себе или с зависимостью? Вот о чем нужно подумать. И предположим, вы хотите вернуть его. Предположим, вы хотите сохранить семью? Ну, для начала ответьте себе на такой вопрос. А можно ли, возможно ли, имеет смысл ли сохранять семью с тем человеком, который по сути дела, ну, перестал относиться к вам как к женщине? Перестал видеть вас, женщину, и которые просто вас не любят. Можно ли все? Можно ли создать семью с таким человеком? Этот вопрос вам нужно ответить. Если вы считаете, что можно, тогда нужно сразу проанализировать, как это получилось. Имеется в виду то, что у вас сейчас происходит, как это произошло. Вот вы пишите снова. Вот. В браке вы два года. Два года. И совсем его не узнаете. А когда узнавали? Видите ли, точно вы его не узнаете, то он для вас сейчас живой и холодный человек говорит о влюбленности. Когда человек влюблен, он приписывает качество объекту влюбленности, которых у него нет. Вот вы приписывали ему качества, которых у него не было. И поверили вы в этот образ человека. А сейчас выясняется, что он совсем не такой. Что он вообще-то, говоря, обладает другим набором качеств. А вы его, его, его реального принимать не хотите. И если вы не принимаете его реального, то простите, это не любовь. Это именно влюбленность. Это может быть страсть. Это может быть зависимость. Это может быть позиционирование человека как средство для посвящения своих целей, как источника потребностей. Но ни в коем случае не любовь. Это у вас. Тогда, если бы это было любовь, то вы бы, во-первых, приняли его. То есть люди всегда узнают человека. То есть люди всегда поймут, чем продиктованы те или иные поведенческие алгоритмы человека. То есть люди, в принципе, будут рад, если объект любви будет счастлив. У вас же этой радости нет. Соответственно, нужно подумать, а почему этой радости нет? А почему вы приписывали человеку те качества, которых у него и не было никогда? Ну, как мы вот сейчас с вами выясняем. Потому что он ведет себя по-другому, и вы его не узнаете. Идеализация человека – это первое проявление зависимости. Одно из главных проявлений зависимости. И второе проявление зависимости – это установка, что только с этим человеком вы будете счастливы. И вот с этой установкой, почему только с этим человеком вы будете счастливы, нужно разбираться. И без этих вещей, я думаю, что если нет первый пункт, то, скорее всего, если второй, эти моменты необходимо с вами разбирать. Нужно ли вам сейчас уходить куда-нибудь? Не думаю. Можете ли вы жить так, как вы живете сейчас? Нет, не можете. Потому что так вы вредите себе, вы вредите своему ребенку, потому что ребенку должна стать счастливая мама. И вы обесцениваете себя. Вы идете по пути принижения себя через контекст отношения мужа к вам. Этого делать категорически нельзя. То, что муж относится к вам определенным образом. Это ни в коем случае не означает, что вы действительно такой человек. Что вы, например, личина, которая недостойна любви. Вы, например, не обладаете положительными качествами и так далее. Это не означает данных аспектов. Это справедливо для вашего мужа. Да. Для мужа справедливо. Но не для вас. И вот это отделение, эта дифференциация станет основой для того, чтобы вы начали менять себя. Своё отношение и своё поведение в этой ситуации. Муж живёт для себя. Это его выбор. Он взрослый человек, он имеет право, я думаю, поступать так, как хочет. Но и вы. Вы тоже взрослый человек. И вы тоже имеете право поступать так, как вы хотите. Так почему же, если муж живёт для себя, вы не живёте для себя? В чём заключается причина вашей недостаточной любви к себе? Недостаточного самоуважения и так далее. Недостаточной отсюда уверенности в себе и прочее. И вот с этим вам нужно работать. Но не справляться, не подавлять себя, а наоборот осознавать свои мотивы, осознавать свои желания и грамотно учиться их реализовывать. И в этом может помочь каждый из наших экспертов на ресурсы. В том числе и я. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку и помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok